Сегодня мы будем говорить про колесные хабы, их функционал, назначение и принцип работы. И продемонстрируем это на хабах РИФ. Основное назначение колесного хаба отключить вращающееся колесо от оси привода, в данном случае от полуоси. Тем самым разгружаем ось, разгружаем шестеренки редуктора, разгружаем кардан, который прекращает вращаться. Это позволяет и сэкономить механический ресурс агрегатов, и сэкономить на топливе. На некоторых машинах и моделях двигателей экономия доходит до полутора литра. Еще одно преимущество отключения, возможности отключения колес от трансмиссии, это улучшение наката автомобиля. Мы это проверили в поездке в Каппадокию, когда пикап с отключенным хабом обгонял с горки Патриот, у которого не было хабов вообще, и у которого постоянно трансмиссия вращалась. Чтобы показать это в более понятном видео, у нас есть хаб в разрезе. Очень простая конструкция, сюда заходит полуось, здесь шестерни зацепления. При включении одна шестерня заходит на другую и блокируется. Все, теперь колесо подключено и никуда не денется. Главное, что мы не устаем постоянно говорить и напоминать, не надо забивать в хаб смазку. С завода хабы идут уже в достаточном количестве смазанные. Если вы набьете сюда густую смазку, при плохой холодной погоде она загусеет, и хаб может просто не включиться. Если сюда обратите внимание, смазки в хабе уже достаточно. Вы ее просто не видите, она тут есть. У хабов риф есть одно несомненное преимущество. Вот это латунная вставочка. Она уменьшает трение, уменьшает износ и соответственно увеличивает срок службы хаба. Единственный недостаток у механических хабов это то, что перед съездом на оффроуд их надо перевести вручную из режима 4х2 в режим 4х4. Продолжение следует... Продолжение следует...